Африка против Китая Всем доброе утро, уважаемые зрители, это Best of 3 на вылет, как и отметила Кроха, сложные матчи были у тех и у других, хоть по счету этого и не скажешь, во вчерашний игровой день Five Power так и вовсе попытались оформлять камбэк со счета 1-15, но это дела давно минувших дней, ну, собственно говоря, вчерашних. Сейчас пистолетный, Energy разыгрывают его классика под B, а там внезапно стак от Five Power, поджата зелень, соответственно, информация по карте собрана. И команде Energy уже будет не сладко, придется выигрывать прямые перестрелки, хедзапы, так, Bottle, выход заметил, после этого начинается движение. Ну и хорошо залепил по первому. Отскоки, действительно, еще и по второму. Вот чем дальше загоняют Bottle, тем больше хедшотов от него мы видим. Ну и достаточно сложная ситуация, причем EDM заранее, вот в этом раунде не участвовал, пришел последним. И сейчас попытается, ну, наверное, помочь своему тиммейту. Главное, ключевая ударная сила ложиться на лопатке, отдыхать после хедшота от X-Out Sage и пистолетный раунд как начинался уверенно, так, в принципе, для китайцев и заканчивается. Ну вот смотрю, судя по футболкам, все-таки багаж не доехал, да? Наверное, да, ну или доехал, но не тот, чужой. Такое тоже бывает, хоть и довольно редко. Отличный пистолетный раунд. Показали 5-power, от начала и до конца держали ситуацию под контролем. Ну, наверное, единственный момент 2 в 2, могли бы Energy как-то разыграть, но господин X-Out Sage отлично спрятался. Вот посмотрите, он после первой перестрелки остался примерно на сами хп, ну и после этого все равно разобрался без тиммейта. Ну, вот перестают в последнее время работать, наверное, пистолетки под B все чаще и чаще. Мы видим там стак 3B под, ну вот опять же, как было в прошлом раунде, под поджимаемую зелень, которая позволяет вам собрать инфу. Сейчас шла Energy снова. Качанная флешка под собственных тиммейтов, выход в молотов, феерия. Желание выиграть этот раунд, но все впустую. Пистолеты без арморов, дефолтные, надежда поставить на базе B бомбу. Рушится просто двух опорников, два хэдшота по X-Out Sage живой, вообще без разницы, ему продолжают стрелять. Ну и в общем-то без потерь, а он для фейт-пауэр быстро достаточно. Два раунда буквально у нас за 20-30 секунд минута времени потрачено и по минимуму сил. Ну и повторчики. X-Out Sage единственный и самый жесткий ударный девайс в этом раунде, реализован на 100%. Что же будут делать африканцы? Ну, интересно еще и то, насколько хорошо себе покажут 5-Power на трейне. Все-таки вот как наша замечательная студия аналитики отмечала, без поражений Energy вообще играли эту карту в рамках трех последних месяцев. Но если внезапно они столкнутся о стену 5-Power, которые внезапно могут тоже оказаться к трейну готовы, то все может закончиться на самом деле со счетом 0-2. Все-таки 5-Power вчера попытались дать камбэк на Дасте и сразу нашли свою игру. Но тем не менее с 1-15 до 9-15, по-моему, не дожди, то есть взяли 8 к ряду. Ну а пока девайс на раунд, поджим Мэйна, есть размен. Такие матчи бывают, такие матчи бывают. Первые, СНГ Регион вчера подтвердил, это БО-1, опять же формат, когда не все могут собраться силами и продемонстрировать игру сразу же со старта первой половины. У нас там жесткие крики на линеечке. Друзья, напомним, что параллельно также присутствует трансляция на канале StarLadder 10. Там за вчерашние тоже неудачи теперь пытаются ответить корейские парни MVP PK против микса FFA. Так, ну и третье B, розыгрыш от южноафриканской команды. Походили, проверили, теперь с учтением былых ошибок. Ну, врыв от Вивы, довольно интересный под флешку тиммейта. Дальше на второй волне приема Ксио Сейдж. Большинство для 5-пауэр 37 секунд и даже бомбу вряд ли удастся поставить, хотя идея идет на прямые перестрелки. Так что Ксио Сейдж он забирает, так же следом он раздамажив, добивает и Ботла. Савейдж несется, он в шоке, как же тиммейты продали. На нижнюю линию посмотрел не сразу, но бомбу выбил, однако выпад от ADM. И первый девайс, пусть и не без усилий, не без проблем, взят командой Energy. Хорошее начало, действительно бодрое, эти раунды экспрессивные. Ну и 5-пауэр, которые держали ситуацию под контролем, но вот в последний момент справился как раз этот господин. Сильно, сильно хотели, китайцы, видно это было. Бросались, я не знаю, как голодные волки на кусок кровавого мяса. Каждый по одному на следующего соперника по итогу не самый качественный размен для себя имели в окончании этого раунда. И там последний только выстрел, да, один шанс был для того, чтобы поставить хэдшот в ситуации один в один. У игрока фейф-пауэр, чего не последовало, за счет чего Energy взяли этот раунд для себя, первый девайсник. Могут взять текущий и следующий. На самом-то деле сейчас бай не лучше, посмотрите, гранат почти по нулям, остается буквально дым и флешка. Арсенал по орудию тоже не лучше. Наверное, фейф-пауэр пытаются каким-то образом сгладить или подсластить эту горькую пилюлю, снова делая стак 3Б. Фейк-раскидка на зелень. И пока все идет к тому, что фейф-пауэр угадывают. Четвертая база Б в исполнении Energy. Готовятся ребята нам продемонстрировать. Флешечка не возымела действия на зелень, глубоко ее никто не перезанимал. Выход сотки активно пошел уже на Олафа. Ну и одновременно и синхронно что, пытались вынести бомбу? Но тут вот приключение. Боттл со своей ЦЗшкой на верхней волне. Ой-ой-ой. Без шансов вообще. Это проблемки. Очень понравился поджим своевременный с верхней линии, который не позволил сразу сместиться игрокам команды Energy. Ну и, конечно, сам по себе фейк итогового эффекта не возымел. Ну прикольно, прикольно выглядело. Вот только сотка выходит вдвоем, и сразу же Боттл поджимает верхнюю волну. То есть молниеносная инфа передается между китайскими ребятами и попытка занять территорию, возможно, отпущенную. Но встретился с сопротивлением, хотя сопротивлением назвать это сложно. На него правое ухо соперника смотрел. А вот с глазами его не пересекся, поэтому фраг был достаточно простой. Третий раунд ответчика от китайцев. Получено. И теперь Energy. Опять же, выиграв предыдущие, остаются без денег. Ой, кто же там так кричит на параллельной трансляции? Кто-то явно выигрывает. Ну, кто-то с другой стороны, конечно, проигрывает. Что же, Эка и четвертый от 5Power. Друзья, чатик мы тоже мониторим. Смотрим, что вы там пишете. Свои прогнозы на фаворита, на количество карт. Ну и, может быть, на счет первой также пишите. Ну, лично мое мнение, что если 5Power отожмут первую, то и вторую взять им абсолютно под силу. Но, конечно, в конечном итоге все будет зависеть от атаки самих 5Power. Ну, хотя мы видим довольно агрессивную защиту. Да, экономическое положение 5Power своего соперника считают. Но, тем не менее, если в прошлом раунде мы видели синхронный с выходом атаки на мид, поджим верхней волны сейчас к South Age. Просто задоминировал на душевых и из верхниза не выпустит. И сам перемещение к базе B удерживает контролем, пока его тиммейты жмут под мейн. Есть, правда, фраг по шудопаю и Блейз каким-то чудом уходит. Слушайте, ну просто черепашка-ниндзя убежал, взял бомбу. Параллельным курсом мистом пытается выходить на базу. Бейз носит к South Age. Это глок против MP9, который залетел ровно в голову. Осталось вынести бомбу. Но вот как это сделать? Ну вот опять разделили команду 5Power, задергав ее по двум, даже трем фронтам, по факту. И то же самое, те же самые грабли, на которые уже наступали китайские ребята, в принципе, больно бьют и в этом раунде. Если так все дальше будет продолжаться, то так что в контроле не будет. Savage со второй попытки защищающего установку бомбы игрока все-таки отстреливает. Ну, глок-то надо, забирай, здесь было, да что ж такое-то. А вот разницы-то особой нет, глок-не глок, если ты мажешь с авиком и хелпы, у тебя нет, что поделать. Итак, Двизиал, у него дигл в руках, на самом деле очень опасный пистолет, но синхронный выход, и 5Power все-таки выпутываются из той еще истории. Еле-еле, душа в теле, благо, что здесь осталось два игрока еще, да, там засейвили снайперскую винтовку, какой-то девайс, потому что, опять же, скользкая плавающая экономика, по-прежнему 5Power, и нужно, ну, как-то подуспокоиться, потому что чувствуется жесткий перенастрой этих парней, они прям заряжены, утаптывать землю на респе африканских парней, я не знаю, ну, вот загонять их буквально в респаун, наверное, как-то стоит, наверное, чуть помедленнее, осмотрительнее поиграть здесь, таких проблем в дальнейшем не будет, и так и бомбу отпустили, и вообще вдвоем остались. Ну вот как тебе минус 2 с Глока? Это, кстати, тот самый Мистом, который вчера едва ли не сделал клатч 1 в 4 на пистолетном раунде, между прочим, у него не получилось, он очень из-за этого расстроился. Ну это вот, знаешь, игра по интервью, нам терять нечего, то есть Глок у меня не Глок, Армор не Армор. Даже 1 в 5 подсказывает Диса, действительно, тем паче. Так, ну и первая попытка проверить активно зелень, причем бомбу сбросили у себя за спиной, так, чтобы точно никто не спалился, смачок вражеский лежит, и попытка использовать этот такой воображаемый ванвей. Хотя для кого он здесь лучше работает, наверное, все-таки для ADM, с его снайперской винтовкой, коленочку пропрыгивающую заметил, и, ну дергают, дергают, проверяют снайпера, стрейфджампы, постоянные от игрока защиты, на опыте, ну все это работает как байтсетап, потому что Виву, по идее, смотреть не должны, а если и смотрят, то есть флешка качественная от тиммейта. И самое главное, по какому таймингу-то эта флешка залетела, а мистом, казалось, собирался проверять упорную левую позицию, но отвернулся от флешки, она вроде бы залетела и в игрока 5-пауэр, но от этого не легче. В любом случае, минус 2 на зелени, Вива теряет, ну, 27 хп, это не слишком много, Двизела также палят на мейне, и вот попробуй с этим что-то сделать. Наверное, единственное сейчас верное направление, это опять-таки попытка смещения в Б. На родное? Да, под последние гранаты. Ну, на А не выйти, здесь тройка, четвертый на халпе. Тогда глаки надо брать. Сбрасывать калаше, ВП с глаками не здесь, чтобы точно груза ответственности не было, но пока как бы снайперская винтовка, кстати, неплохо справляется. Два минуса, но это единственные два минуса в этом раунде для Energy и Sports. И очередной раунд для 5-пауэр. Раунд был выигран на зелени, друзья, давайте будем откровенными. Классная придумка, на которую, во-первых, африканцы не рассчитывали, во-вторых, не поняли ее до конца. Ну, в общем-то, так по лекалам выходили проверять каждый угол. Ну, вот спутала карты. Это флешка, эти стрейфджампы китайского игрока. Этот байтсетап оправдал себя на 100%. Очень мало установленных бомб по последнему времени. Energy сайт GGBet уже отмечают 5-пауэр как фаворит. 1,24 на 6,13. Ну, не очень оптимистичный коэффициент. И шестой на подходе для 5-пауэр. Глоков, как мы видим, у NRG Sports нет. Хотя есть 4 дигла, СЗ-шка. И, может быть, с этим что-то получится. Была прожата зелень. Да, может быть, так оно даже, наверное, и лучше. Опять же, разделить команду 5-пауэр по одному и попытаться перестрелять. Ну, сэвэдж. Не оставляет шансов выхода верхней волны. Рушится выход из сотки. Опять же, мы видели такой раунд уже синхронный. Правда, там было 2 плюс 3, где сотка двое. И на базу Б трое. Здесь решили сыграть дуэльно. Как-то несинхронно выходили под Б. Сначала открылась верхняя линия, что совершенно просто было в плане отстрела для снайпера команды 5-пауэр. Ну, и только после этого нижняя. Видела жмут. Все, легче и легче. Складывается впечатление. Каждый раунд дается команде 5-пауэр. И крики. Но не здесь. За себя и за тех парней. И коли вы за свои раунды не кричите, мы покричим за вас. Да, кстати, интересно на параллельной трансляции, что же там будет все-таки с MVP Project Korea. Их до начала, на самом деле, текущего минора выделяли чуть ли не в качестве основного фаворита. Ввиду того, что там не до конца, понятна форма Тайлу. Но сейчас они также, по-моему, играют на вылет, да, в элиминашн матче группы B против FFA Mix, которые, кстати говоря, повели по счету. Ну, наверное, это вот их как раз-таки крики. Потому что если бы вели MVP, все было бы чинно, мирно, благородно. И фаворит, как бы, заявленный, да, или та команда, от которой ожидали, по крайней мере, что у нее будет все хорошо, без приключений. Ну, 4-2 там небольшое преимущество, на самом-то деле, в принципе. Ну, там уже пятый сейчас будет где-то, если MVP не выиграют. Форс 11-3, у Ксио Сейджа статистика, 10 к 3 у Ботла. Мы уже видим основных бомбардиров команды Five Power. Ну, у Рейда пока 0-1-7. И что же, снова направляются под B, правда, флешка прилетает от игрока защиты, тут же должен отбрасывать Молтову. Поэтому Молтову ребята идут. Что ж, один серьезно подгорает, второй погибает, однако Рейд сносит Сэвэджа, после чего получает от Ксио Сейджа, которому, на самом деле, нужно было уходить за попдок. Но он все-таки решил стреляться до конца, за что его и наказали. Блейз минус по Ксио Сейджу, Шудапай идет пушить. Его, по-моему, не проверяют, есть просвет. Дымок Готел забирает Блейза, бомба устанавливается, Шудапай расстреливает и его просто в спину. И Двизил все это время играет роль Герд Люркера. Один в три, минута 13. Ну, выбора нет, нужно тащить. Сейчас как бы забрать соперника слева на выходе в КТ. Да, да, он сейчас выходит из двух сторон и просто объясняет, что поздно-поздно Люркер играет. Ну, не самый качественный спрей, хотя с той стороны тоже немного спутал карты Молик прилетевший. Видимость была затруднена, но, тем не менее, все-таки игрок Five Power справился и очередной раунд забрал. Ну, вот задумки есть, то есть арсенал какой-то виден, выборка, да, раундов у Энджи. Но настолько все это пока что на уровне начального развития, да, что вот это нужно все до ума доводить. То есть придумка агрессии, там, постоянные эти выходы в Молик, попытка удивить. Но все это не доводится до логического завершения, хотя парни, опять же, пытаются. Грамотная работа опорника. В первую очередь Шудопая в текущей ситуации он дал, ну, или он, или тиммейт, он, скорее всего, сам Шудопая отменную флешку, которая несколько застопила команду Five Power, после чего и Молотов. Энджи уже решили по нему пушить, потому что иначе раунд, наверное, в их головах точно был бы проигран. Ну, что же мы видим сейчас. Об Авике не идет и речи. Четыре калаша, Галил, гранат по минимуму, и уже стычка наверх-низе, и Диэм дал себя обнаружить, Шудопай выиграл по урону, отбросил Молик на всякий случай и переместил фокусовое внимание на Мэйн. Решили в долгую сыграть Энджи, бомба по-прежнему находится на тест-пауне, проверка зелени, на активности китайских парней. Но здесь Вива особо не готов, смотрит скоб снайперской винтовки и особо-таки Егоря не знает. Время идет и время работает на Five Power. В принципе, контроль карты они по-прежнему осуществляют на ключевых позициях. Ну и последние гранаты, кстати, у Энджи остались. Так, зелень. А, это даже у нас под базой Б. А вот и фраг. Шудопай. Ну, все еще пытаются как-то задергать опорника на Вэйне. Ну, Шудопай сидит здесь же, хотя Молик свой он и потратил. Что же команда Энерджи все-таки будет использовать мейн для своего выхода. Она подходит сюда. Здесь уже упорные позиции, как минимум у Вивы. Идет жать на палете, замечает соперника, без шансов того отстреливает. Five Power даже выйти не успели. А раскидываться теперь нечем. У них нет даже вот банально флешки для того, чтобы пройти позицию снайпера. Ну, чудовищно. 24 секунды. Блейз вроде бы сносит двоих. Ботла пока что закрывает дым. Сэвэдж приходит и всех спасает. Два контрольных выстрела. 8-1. Пока все это выглядит как-то безблагодатно со стороны команды Энерджи. Особенно как в качестве хозяев этой карты все очень одностороннее. Ну, интересная придумка. Вот на счете 1-7 начинать наконец-таки контролить карту, атаки, то есть проверять все позиции. Возможно найти там лазейку, где тонко там рвется. Но, в общем, у Five Power было абсолютно все занято. Как-то послонялись по карте верхняя волна. Там снайпер, зелень, там снайпер, выход из сотки. Вас встречают, гранаты на все это дело потратили. И как только собрались уже вместе, все было для китайских парней достаточно очевидно. Поймали флешку в лицо. Попытались найти лазейку, а лазейка-то в Сибири сидит. Попробуй его еще найди. Так, 5-B. Будут играть Энерджи. Снова-таки расчет на установленную бомбу. Здесь двое. Ну, Five Power некоторые раунды отыгрывают 1-B, особенно ранними таймингами. Но сейчас у них и откидка хорошая. Хотя у Энерджи достаточно гранат. Но аккуратнее, предусмотрительно действует опорное звено базы B. То есть два скопа АУК плюс УВП. Тут, оп, не мешает флешечка абсолютно. АУК еще не подключался. А вот теперь и он. Забрасывается Молик. А мы в него идем, как всегда говорят Энерджи. Мы, кстати, красные, но не сгорают. Сэвэджи, возможно, сейчас поймали бы. Но нет, за Нефтяным он заметил соперника. И два бомба. Еще Молик. Оказалось, установлена. Ну, не жалею, денег там уже более чем достаточно. Разве что вот у Шудопаи 500 долларов мы видим. Ха, падает Вива. Интересно. Вряд ли этот плач, конечно, может быть взят. Когда у тебя нет армора. Кстати, попали. Было 10 хп, осталось 7 снова без армора. Интересно, девятый раунд для 5-пауэр. Идея М классно отбивается. Вот если посмотреть на статистику, то, в принципе, на какой-то момент времени я смотрел на там даже... Не, ну сейчас уже в минусе был у него... Была у него статистика 6 на 6. То есть в противовес его тиммейтов, конечно, выглядит он наилучшим образом. Ну, вот опять же, без шансовый, как Костя отметил. То есть ситуация, когда он не берет, но пару фрагов там еще себе добавляет. Ну что, у Мрину бомбу поставь. Вот такой пока КС на базе Б от Энерджи. По большей части получается только с пистолетами. Да, и по большому счету 5-пауэр могли бы не дать и этого. Моликов заброшены на плен, была куча. Единственное, вот, наверное, флешка Савиджу помешала дать второй фраг. И за это уже на последних секундах бомбу Энерджи и Спорт все-таки поставили. Ну что, нужно выходить хотя бы 4 раунда в атаке. Но взять как-то нужно. И вот, наконец-то, все-таки ловят Вен. Минус по Ботлу. Но вот Судопай, черт возьми, здесь 5-пауэр на шаг впереди. Два забирают Вен, попытались его занять. Но Судопай играет в размен. 4 в 4 годится. Поджимается, кстати, верхняя волна игроком 5-пауэр. Это Ксел Сейдж. Снова оказывается давление под Б. Если уж Энерджи и Спорт сами себя не дают, там обнаружить комбинацию Слэшка, Судопай занимает Мэйн. Так это сотка занятая. Это занятая база Б. Это просто окруженная команда Энерджи. Сейчас надо отбиваться, надо срочно здесь принимать какую-то активность. Рейда вообще ловят без девайса в руках на Вене. Эдем отчаянно отстреливается. 1 в 3. Подбирает бомбу. Но что, здесь либо клатч, либо уже десятый. В космического масштаба отрыв должны уходить 5-пауэр. Все, раунд выигран. 5-пауэр просто нужно сейчас охладить свой пыл, отойти. Дефолтные позиции, особо не агрессируя. То есть неоднократно они уже получали в голову и сглаков даже. Наказывались за это дело. Поэтому, в принципе, четко выиграть этот раунд. Эдем, где родился, что называется, на своем спауне. С бомбой на руках, с 30 секундами до окончания этого раунда. Но без особой веры в то, что у него что-то получится. Ну, здесь дело даже не в клатч, а в том, как бы тебя не прожали на сейве. Ну, все-таки 200 долларов или что? Эдем реально пойдет стреляться? Ой, жесть. Ну, тут просто отвернулся, посмотрел не туда. 10-1. Ну, ждал, может, флешку какую-то, потому что нелогично как-то в стенку отвернулся. 158. И 58. У Ксио Сейджа. И 58 у Эдема. И 29 у 2 Зила. Ничего, вчера в матче Эвент, по-моему, против Грейхаунт на Нюке, там 6 единиц урона после 10 раундов было. Ничего страшного. Бывает и такое. Ну, вообще, интересно, конечно, видеть столь заряженными команды. Вообще, короче, Энерджи, надо спросить, как у Бравада бывших Этикей дела в Северной Америке обстоят, где они там живут. Большой ли у них дом, хватит ли места команде Энерджи поселиться где-нибудь поблизости. И, наверное, ну вот, Ренегейтс, как зарядили эту традицию, да, уезжать в Северную Америку, и сейчас видно, что такой локомотив. И эта практика работает, потом уехали в Бравада уже где-то год, наверное, находятся там. В общем-то, начинают набираться опыта, ну не начинают, набираются действительно опыта с более серьезными командами. Может быть, если Энерджи, понимая безысходность своего южноафриканского региона, хотят продолжать заниматься этим дальше, то, может быть, стоит тоже переехать. Так, ну а пока верхняя линия, ну вообще вот с Этикей интересная там ситуация. Слышал, что с Дэниелом было, когда владелец там задолжал всем больше 100 тысяч долларов и вроде как подписал состав, ну, Этикей или Бравада. А по факту они сами за дом платили, он никому ничего не отдал, только обещания были, по итогу организация обанкротилась. В общем, не самые такие горячие истории, но у нас тем временем... Да, парни неопытные из Южной Африки, в общем. Понадеялись на доброе слово. Да, надеемся, что у них будет все в будущем хорошо, потому что они молодые, хорошо стреляющие, вот помню их еще там и по ВЭСГу. Так, ну у нас пока что выход из верх-низа. Странноватый достаточно выход, вот пусть флешки неплохие, но гляньте, двоих просто забирают, забирают и троих, под третьего, под четвертого уже точнее кладется. Смоук на Вэйне, 11-1. Нет атаки все-таки у команды Энерджи. Даже вот в те моменты, когда у них получается находить энтрекил, они постоянно натыкаются на размен, при этом молниеносный. Видно, что у 5-пауэр комбинационная игра на трейне, ну поставлено лучше. Да, вот кажется чуть-чуть не хватает Энерджи, буквально секунды синхронности не соблюдается, а по итогу это приводит просто к полному провалиссимо. Ну, как по счету пока что, опять же на табло, возможно мысли в головах, да, при анализе ситуации у Энерджи немножечко другие. Может быть фишечные раунды? Что-то такое. Фишечный раунд под Б? Ну да, да. Какой-нибудь. Хотя, не знаю, у 5-пауэр на самом деле по всем фронтам дела обстоят хорошо. Вот, например, как, по-моему, и в пистолетном раунде, или в одном из первых девайсных, Вива поджимает зелень, собирает информацию, здесь никакого движения нет. Соответственно, второй опорник идет под Б и с Айвиком вторым посматривает, соответственно, верхнюю линию. Третий здесь же неподалеку к Селсейдж. Кстати, интересная позиционная игра. Соседи через смок, но никто не подозревает о близости. Ну, скорее, там даже, наверное, южноафриканские парни подозревают, что где-то за углом. Но позиция меняется спустя 18 секунд. И рассеивание этой дымовой завесы, причем к Селсейджу, уходит достаточно глубоко. Но к нему приходят. Так, флешка. И первый реальный шанс, наверное, забрать Селсейджа за Попдога. Но тот и Рейдер расстреливает следом Айдиема вместе с бомбой. И вот посмотрите, позицию мистом, а позицию открытия он тоже читает. Просто разворот. Я буду сидеть до Талова, а ты ничего мне не сделаешь. Я не с твоего города. Двизел снова 1 в 5. Но 12 в 1. Это, конечно, особенно на слейкарте. Особенно на слейкарте. Двизел отвечал за спину. Все нормально. Не, я его и не виню. Тут, знаешь, скорее... Странно вот, что вчера примерно такую же ошибку Эван допустили. Если вы выбираете столь специфичную и, наверное, несколько имбалансную карту, как Трейн или Нюк. Да, ваш соперник выбирает сторону. И по итогу мы вчера видели неспособность в атаке сделать хоть что-то от Эван. Сейчас мы видим то же самое от Энерджа. И здесь их даже, наверное, нельзя винить. То есть ты-то приходишь на карту и думаешь, у тебя атака готова. А по факту соперник берет 12 раундов. И ты ничего не можешь с этим поделать. Дальше даст. 12-1 время заканчивается. Двизел уносит Галил в следующий раунд. Сколько уже было раундов, где 5-пауэр выживали всей командой или вчетвером, например? Ну, раза 4 точно было уже, да, действительно. Ну, тут вопрос не в экономике, опять же. Уже, да. Такое обсуждать, наверное, не имеет никакого смысла. Тут макро-проблемы у команды Энерджа. И там можно парочкой слов охарактеризовать. Просто вот нет опыта. Нет опыта никакого. Помимо африканских команд, которых... Ну, кстати, там тоже у них бывают приключения. То есть не сказать, что это такая доминантная сила Энерджи и Спортс на данный момент. Ну, вот, кстати, интересно получилось, сейчас в чате отметили, что Сейвелт Адвизел 3К, когда дают по 3-400. Такой вот... 0-7 там или 0-7 там или 0-5. Никак. Надо единица. Итак, наконец-то десант удается. 2 в 2 какой напряженный момент. Половина дела сделана. Теперь осталось сходить за бомбой, подобрать ее и реализовать ту самую позицию Двизла. Его не контролят. Вот зачем за Сейвелт был этот Галил. Смертоносный. Ассист плюс фраг в этом раунде уже поступил от него. Смена девайса и попытка разыграть на большинстве от южно-африканской команды на своей карте. Наконец-таки. Раунд в атаке. Ну, 20 секунд. Нужно поспешить. А Ксио Сейдж-то прячется в пленте и, походу, раздельно будут играть ребята из команды NRG Sports. И последний-то не мобильный. Ксио Сейджу нужно просто прятаться или водить хороводы. Это Двизл. 11. 10 секунд. Это все-таки Двизл. Не просто так. Не просто так сейвился. Подобрал калаш следом. Авик бомба не потребовалась. Но такие не очень оптимистичные кулачки. Ну, ладно. Да, взяли раунд. Может быть, даже третий. 3.12. Хорошая. Good Half, как говорится. Ну, и даже из этой истории Five Power могли бы выйти победителями, не случись этого клача один в один. Ну, такая вот тоже ситуация сводить 50 на 50 от китайского игрока, когда, в принципе, ты понимаешь, что на таймере 10 секунд. И пусть этот дуэль и случится, ну, там, на последней секунде, если уж соперник будет сильно активничать и загонять у тебя выхода никакого не будет. Ну, в принципе, путь на выигрыш раунда был. Но случилось, как случилось. Что это сейчас? Сейчас было открытие под Сейваджа из верх-низа. Ну, правда, к Сейваджа сейчас забирают под Б. На самом деле, он показал позицию своего открытия, но... Скарта не парируется. Он еще и по макушке мистом и попадает. Боже, падает бомба. Двизл. На нижней линде. Двизл. Что, один в четыре? Веришь или нет? Клач воин. Конечно, веришь. Главное, чтобы он в себя верил. Как бы, мое мнение, ему не пригодится. Или пригодится, но вряд ли. Так, ну что, АВП против Плёточки. Не работает. Квадрокилл Соскара. Как вам такой поворот? 13-2. Ну, да. Тут деньги как бы не засолишь, не замаринуешь на вторую половину. Поэтому попытались использовать их с пользой. 5-power. А у нас паузу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Energy. И это было действительно больно. Особенно для тех, кто искренне болел и верил в трейн от южноафриканского коллектива. С вами Кроха, с вами Ленин. И эта карта может закончиться очень быстро. Вот бодрость Константина, да, на линеечку Energy B. А то, что тут приуныли парни. Ну, прям совсем у них. Действительно сложная карта. Вот такая палка о двух концах, когда выбираешь, как ты отметил, такие карты, где действительно с умом нужно подходить к вынужденной атаке, да, которую ты получаешь. Потому что правила таковые. Ну, утро ранее, походу, случилось для южноафриканских парней. Ну, и опять же, опытные, максимально опытные китайские парни, поигравшие во многих составах. Тут составленные вообще они из двух бывших, да, команд 3 плюс 2. И со стародавних времен играют. Играют, поэтому, ну, я вот не знаю даже чего. Наверное, только удачи Energy пожелать. Удачи в поджиме верхней линии от ADM. Правда, только один фраг. К своему несчастью он обнаружил там чуть ли не всю команду 5-power. Блэйзу даже не дали открыться просто на спаме. Лех, вот даже стрельба не идет, а теперь 7 хп. Попробуй это выйди. По тебе один раз глока попадут, и все. И при этом линии начинают прожиматься после установленной бомбы. Есть еще и люркер. Игрок номер 8, это Сейвер, сейчас будет обходить своих соперников в коннекторе. И вот учитывая их психологическое положение, я бы сказал, что они могут о контроле тыловых направлений забыть, что допая даже не чекают. Жесть. Ну, вроде как фраг от Мистом, а... Так, ну, Двизл жив, Двизл жив. Надежды нет, все. Теперь точно все. Мистом последний. Ясна ему. Одна и вторая позиция. Но вот выковырять ни того, ни другого игрока ему не получается. Выходит сами Боттл, точка в этом раунде. Отлично Боттл, кстати, на первой пистолетке проявил себя. И комфортно, в принципе, чувствует на Юспе, как в атаке, так и на защите. Тут подобрал, там был свой собственный. Пистолетка вышла из-под контроля. Это уже 13. Но есть ведь еще форс-раунд, который можно выиграть. Который можно выиграть и вернуться в эту встречу. Команда Energy. Нужно понимать, что атака может быть столь же провальную у 5-пауэр, как и у вас в первой половине. Это требуется держать в голове, и тогда все будет ок. Тем более, гляньте-ка, три фармгана. Ну, в довесок к этому, конечно, калаш СГ и отличнейшая отменная раскидка. Решили не выдумывать здесь велосипед с квадратными колесами. Который будет велосипедом, но никуда не поедет. На базу Б. Коротким путем под 5-7. Плейс. Один фраг маловато будет. Есть контроль спины. Кстати, там апдаун может нарисоваться. Но да, да, уже не нарисуется. Минус рейд. Эдвизл, наш любимый. Что? Последний из Магикан. Один в четыре. Один в четыре. Как? Я уже его сейчас не увидел. О май гад. Ладно, Эдвизл получил. Этот килл. Но легче ли от этого команде NRG? Думаю, нисколько. Потому что 13 подряд теперь уже нужно брать. Но, наверное, проще морально готовиться ко второй карте. Это классический даст. Ну, небольшая такая демочка. Знаешь, вроде как команда NRG. Если и проиграет на нее, никто не ставит. Ну, по крайней мере, получит демки. То есть почву для обсуждений, для подготовки в будущем. Посмотреть на азиатские команды. Ну, вот небольшая демочка получится у них. Я так понимаю, вчера небольшие демочки были. И вчера небольшие демочки. Там, по-моему, 7-16 было у NRG. Да и вообще вот сейчас подумал о том, что в азиатском регионе этот трейн традиционно довольно силен. Ну, ладно. Есть задел на взятие последнего раунда. Вроде бы красный Xeosage, красный Bottle. Давит сотку. Забирает IDM под зеленью. Здесь же Xeosage свое движение. Не видел тень, Prev. Но у него 29 хп. Все еще можно перестрелять. Xeosage просто отогнал. Ладно, разошлись с миром. Нет, мистом жмет, но не перестреливает. Хотя Двизел забрал Шудапая. Здесь же Raid. Забирает одного из двух своих красных соперников. Xeosage 9 хп. Основной движущей силой должен быть мистер Savage. Бомба на теспауне зачекана? Вероятно, да. Двизел поджал. Сейчас как раз он на бомбе где-то там ходит. Вот зачем Двизел. Все его путешествия не зря. И теперь 5-power даже, наверное, не подозревают об этом моменте. Выкуривание последнего игрока на тупиках. Каленова не приносит никакого результата. Blaze отстоял. Что же будет делать Xeosage? 9% здоровья. Тут в любом случае на бомбу нужно прийти и посмотреть. Он это прекрасно понимает. Куда затерялся второй? Логично, наверное, предположить, что он на бомбе. 32 секунды. Все-таки по первой половине 5-power сами давление оказывали на душевые. Ну, сложно. Сложно, наверное, на месте Xeosage поверить, что бомбу зачекали. Хотя, опять же, не совсем на теспауне она. Но на теспауне соперник. К мистеру Двизел спиной поворачиваются. Ну что, покричите, парни, раунд взят. Такой важный раунд. Ну, давайте же немного энергии. Вы же Energy. Ну, просто какие-то вялые кулачки. За них FFMX покричат, если раунд возьмут. На соседней, напротив, точнее, линейки. Несколько это безблагодатно. Такой важный раунд выиграли. Но, скорее, если вот судить по самому настрою команды Energy, скорее взяли по инерции. Просто, ну, там какой-то фраг, один, второй, вроде бы пошло. Наверное, сложно поверить 12 подряд. А потом еще и в допы. Ну, судя по настрою команды Energy, да. То есть, вот смотришь на другие команды там в американском регионе. Кричат за каждый раунд, понимая, что уже не выиграть, не вытащить там вообще этой половины катки. Бо-3, уезжая из турнира, но они заряжаются, используют просто каждую секунду. Когда еще в следующий раз Energy приедут на минор? Это непонятно вообще, абсолютно. Может быть, и с этого уедут через чур рано. Ну, буквально, да, через минут 40-50. Уже прошел зелень. Шудопай. Нажмет соточку. Ну, и Диэм в опасном положении. Окружает, окружает потихонечку фейк-пауэр своих соперников. Ну, сейчас попытаются отстреляться. Вау, 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 ЭДиэм! Как красиво принимает тыловых запирающих соперников. Однако за сейвиджем не успевает. С другой стороны, 54 секунды и только один девайс. У игроков команды 5-пауэр, и все, у Сейдж Мастерски его используют. Сбирает Блейза, ЭДиэм. Эйс, Эйс надо делать ЭДиэму. Да, насколько это возможно. Под перекрестными позициями. То есть, ты забираешь ВН, у тебя тут же хоронятся спины. И, в общем, даже спина не потребовалась. 16-3. Друзья, слишком легкая победа для 5-пауэр. Они даже не рады. Говорят, ну да, трейн-то мы как раз и играем. Еще и в защите. Просто джекпот поймала китайская команда. И, конечно же, его не отпустила. All in на the road. Друзья, дальше карта The Dust 2. На которой 5-пауэр вчера проигрывали 1-15. Попытались даже вернуться. И, по-моему, с итоговым счетом 9-15. Они проиграли ту карту. Да, 9-16. Видишь, все-таки китайские парни вчера получили дозу неприятных эмоций в связи с факторами, которые не зависят от них. Да, вот так сложилось с их багажом. Там говорили, что и не их девайсы вообще были. Сложно, сложно это. Но сделали выводы, собрались, несмотря ни на что. И сделали то, что нужно. 1-0 по картам. И об этой карте более подробно расскажет наша студия аналитики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!